А по поводу безвизового режима, нет, ну окей, я отмочался, я свой намек, что это нужно было тогда сказать, я коротко скажу. Если мы уже начали копать историю, говорить правду, да, ну понятно, что мое восприятие такое, что здесь абсолютной правды для всех одинаково быть не может. Потому что, как правда, то, что, например, западную Украину силой присоединили в 1939 году, и там тысячи, десятки тысяч людей просто выслали сразу в Сибирь, провели, начали загонять в колхозы и так далее, они искренне встречали немцев как освободителей, и это правда, что украинские националисты провозглашали, надеясь на протекторат Германии 30 июня 1941 года во Львове, независимую Украину, просто немцы, они оправдали их надежд и всех арестовали. Это тоже правда, и с другой стороны, правда, что, конечно, и с другой стороны, люди, которые шли воевать за Советский Союз, искренне, они принимали это как свою страну, у них никаких сомнений не было, что они воюют не за Сталина, они воюют против экзистенционального врага, врага, который просто тотально всех уничтожает. И поэтому сравнивать современную Россию и современную российскую даже угрозу для Украины с тем, что представляла фшистская Германия для наших дедов, это невозможно, потому что, если бы победила фшистская Германия, нас бы тут вообще всех не было. Это все должны честно для себя сказать и признать, потому что был генеральный план ОСТ по тотальному уничтожению всего славянского населения на этой территории. Это абсолютный факт. И это для всего мира очевидно, что нет выбора, победил бы Сталин или победил Гитлер. Если бы победила фшистская Германия, мир был бы вообще тотально другим. А что касается безвизорежима, то власть сама себя загнала в ловушку, потому что, на самом деле, перечень условий четкий и записанный, ясно. Другое дело, что Иванович сейчас начал говорить правильные вещи, политическая ответственность Европы. Только об этом надо честно говорить, что европейцы по политическим причинам ищут любой повод, чтобы не дать нам безвизорежим. И поэтому не нужно бояться этого. По каким, например? А почему ищут? В чем причина? Очень просто. Не из-за нас. У них не может быть выборочной визовой политики. У них не может быть к украинцам лояльное отношение, а, например, к выходцам с Ближнего Востока нет. То есть, ну, молдаванам же они дали? В общем, все просто. Молдаван очень мало. Больше того, больше... Чуть более трех миллионов. Часть и белорумынские паспорта. Да, есть больше... Вот, полтора миллиона из них имеют румынские паспорта. Албания. Албания. Поставщик, крупнейший источник наркоторговли, торговли органами и всякой прочей ерунды. Тоже маленькая страна. Им повезло. И большая часть албанцев, которые хотели, уже и так в Италии. А Украина, это страна с населением больше 40 миллионов. Вот и все. И простому европейскому избирателю, который идет к урнам, избирателям, даже в Британии. Да, они получили один мандат, это националистическая партия. United Kingdom Independence Party. Но они получили реально 12,5% голосов. То есть, 12,5% британцев голосовали жестко против любых иммигрантов, против любых послаблений на въезд. Всем. Им все равно. И тут уже не важно, что мы европейцы, что мы христиане, что мы люди цивилизации. То есть, Европа прикрывает двери. Хорошо, так долго нам тогда не видеть безвизового режима. С одной для нас тоже. Поэтому нужно честно сказать, когда представитель Еврокомиссии сегодня говорит, что мы в конце 2015 года, этого года, посмотрим на новый отчет. И будем дальше думать. Это говорит о том, что в ближайшие несколько лет точно никакого безвизового режима не будет. Потому что не то, что на Риге, даже в конце года они только будут смотреть, будет ли прогресс, и можно ли о чем-то говорить. И вот тут наша власть должна выйти честно и сказать, что да, украинцы вышли на Майдан в надежде, в том числе и на безвизовый режим. Значит, уважаемые европейцы, вы не хотите нам серьезно помогать финансово. Вы не хотите давить на Россию, как вы можете давить. Ну хоть делайте палки, дайте хотя бы безвизовый режим. Это то, что не опыт Влада, это то, что мы...